Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше 30 регионов страны воспользовались правом вводить запрет на работу мигрантов в различных сферах. Рекордсменом оказался Краснодарский край. Там запрет касается 85 видов деятельности, в том числе сельского хозяйства, торговли, а также производства машин и оборудования. В Новосибирской области и в Крыму мигранты не смогут заниматься образовательной деятельностью, производством пищевых продуктов и оптовой торговлей. Расширили список ограничений для иностранных специалистов и в Самарском регионе. Проблему обсудили на совещании по миграционной политике, которое провел в Рио губернаторе Вячеслав Федорищев. Куда теперь нельзя нанимать мигрантов по патенту, расскажем в сюжете. Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросам реализации миграционного законодательства в Самарской области. Он напомнил, что в конце прошлого месяца подписал постановление, расширяющее список видов деятельности, куда нельзя нанимать мигрантов по патенту. Ограничения касаются таких сфер, как торговля алкогольными напитками, табачными изделиями, лекарственными средствами и молочными продуктами, а также розничной торговли вне магазинов, палаток и рынков. Кроме того, запрет будет распространяться на производство детского питания, хлеба, хлебобулочных изделий, а также деятельность кадровых агентств и услуги по предоставлению мест для краткосрочного пребывания. Также глава региона поручил дополнительно проработать вопрос установления ограничений на привлечение иностранных граждан, работающих по патенту, в сферу торговли в нестационарных торговых объектах и на рынках. Указанные запреты вступят в силу с ноября текущего года. Соответственно, отрасли экономики могут подготовиться. С учетом остроты и важности для региона миграционной темы, работа в данном направлении должна быть более системной. По моему поручению, в регионе создается Координационный штаб по взаимодействию с правоохранительными органами в сфере межнациональных отношений и миграционной политики. Штаб возглавлю лично и с участием руководителей правоохранительных структур будем эту работу вести более плотно, более системно. В РИО губернатор принял решение о сокращении офисов МФЦ, в которых будет осуществляться прием заявлений о регистрации иностранных граждан по месту жительства. Данная мера позволит сохранить баланс между доступностью госуслуг для граждан и усилением контроля за приемом заявлений о регистрации иностранных граждан по месту жительства, а также оперативно выявлять недобросовестных собственников, жилья и посредников. Также Вячеслав Федоричев поручил все разработанные предложения по совершенствованию миграционного законодательства в ближайшее время оформить как законодательную инициативу от региона на федеральный уровень. Светлана Кудрявцева, События. Самарская область будет привлекать на работу врачей из других регионов страны. Такое поручение сделал в Рио губернатор Вячеслав Федорищев. Здравоохранение вопрос номер один отметил руководитель региона. Он также предложил расширить программу обеспечения жильем врачей Самары и поручил улучшить материальную базу в учреждениях здравоохранения. Да, конечно, прекрасно. Но мы все зависим от врачей, понимаете. Это самая благороднейшая профессия. Мы все бежим по любому поводу к врачам, к поликлинику. Я не знаю, я по жизни благодарна врачам. Очень даже хорошо и положительно, потому что действительно вообще врачей не хватает. Есть ли нет рядом хорошего наставника или просто врача с большим опытом, который и подскажет, и научит, и поможет? Положительно. Поликлиники у нас в городе в основном уже старые. Контингент старых врачей, но я имею в виду не по возрасту, а по стажу работы, он сменился. Пришли новые врачи, которые не отвечают всем требованиям, которые необходимы для врача. Вполне можно только одобрить. Потому что врачи должны быть всегда. Чтобы мы не болели никто. Конечно, мы положительные. Потому что медицинам нужно, им в хороших условиях нужно работать. Достаточно у них у всех сейчас, даже в Октябрьском районе, например, очень плохие условия для работы врачей, я насколько знаю. Я думаю, что мы должны готовить все-таки своих. Их надо готовить, вот как раньше готовили в институтах по-нормальному, с требованиями, такими серьезными. Но и зарплату увеличить, это обязательно. И участки очень большие. Очень большие участки. Подположительно. Чем лучше, чем больше специалистов в нашем регионе, тем, соответственно, выше профессионально-крефицированная помощь этому населению и так далее. Меньше болеть. Глава региона Вячеслав Федорищев уделяет большое внимание мнению жителей. В регионе действуют пункты приема обращений граждан, где самарцы могут оставить свои жалобы и предложения. Не остается без внимания комментарии и сообщения в соцсетях главы региона. В числе тем, которые волнуют самарцев, реконструкция речного вокзала. Здание было построено в 1971 году и давно нуждается в преображении. Речной вокзал немножко устаревшее здание, поэтому, конечно, надо восстановить, и чтобы было более современное, красивое здание. Его нужно восстанавливать, за ним нужно ухаживать, что-то делать хорошее для того, чтобы он выглядел хорошо. Его надо сделать таким же красивым, как у нас ЖД вокзал, как наш аэропорт. Это все-таки, будем говорить, лицо, речное лицо нашего города, Самары. Поэтому он должен быть красивым, обязательно должен быть красивым. Чтобы даже проплывающие корабли желали сюда обязательно подойти. Очень много сейчас, особенно, турпотока. И это лицо города, это первое, что видят туристы. И особенно эта гостиница серая такая, да, грустная немного. Я считаю, что все должно быть красиво, ярко, как сама Самара. Я бы подремонтировал его, а то у него вид, извините, какой-то потрепанный, да. Вот, так, чтобы отремонтировали. Все-таки лицо речного города. Здание уже достаточно обветшало, ремонты требуют обязательно. Прогулки по Волге, это, ну, это и перспективно, это красиво. Это должно быть, и вокзал сам должен отвечать уже требованиям современности. В Самарской области продолжается обучение общественных наблюдателей на выборах. Для активных граждан Кировского района провели форум-семинар в Центре детского творчества «Металлург». Наблюдатели 6, 7 и 8 сентября будут следить за легитимностью избирательного процесса главы региона, а в отдельных муниципалитетах – депутатов, представительные органы власти. Какими знаниями необходимо овладеть наблюдателю, чтобы обеспечить общественный контроль в ходе голосования, расскажем в нашем сюжете. Какие процедуры и в каком порядке должны пройти с момента открытия участков и до подсчета голосов? Как взаимодействовать с членами участковых избирательных комиссий и избирателями? Все это рассказывают на специальных форумах для тех, кто хочет стать общественным наблюдателем в дни голосования. Для жителей Кировского района встреча состоялась в Центре детского творчества «Металлург». Мы стараемся, с одной стороны, освежить в их памяти те процедуры, которые им необходимо будет совершить, с другой стороны, рассказать о тех изменениях избирательного законодательства, которые произошли в период с прошлой избирательной кампанией, и в-третьих, обменяться мнениями тем опытом, который уже у общественных наблюдателей достаточно большой. Учитывая, что это третья избирательная кампания за год, то у многих наблюдателей знания еще свежи. Поэтому на встречах добавляется и интерактивная часть. Активные горожане делятся опытом своей работы, рассказывают о случаях, которые были на участках. Все это помогает лучше подготовиться к выборам, а значит, еще более внимательно следить за прозрачностью выборного процесса. Как известные наблюдатели зачастую публикуют информацию в своих социальных сетях, где, соответственно, показывается реальная картина происходящего, которая позволяет жителям региона принимать уже актуальную информацию не из официальных источников, то есть СМИ, а из обычных простых людей, которые видят все это вживую и показывают так, как оно это есть. По итогам обучения наблюдатели получат направление на участки от общественной палаты. На каждый из 1751 участка в Самарской области можно направить, согласно законодательству, до трех человек. Форумы и семинары проводят специалисты общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. В его состав входит 15 человек. Это представители областной общественной палаты, ведущие эксперты по части избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, представители средств массовой информации, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгулинко, Григорий Плешаков. События. В Самаре продолжаются работы на 24 теплотрассах. Трубы перекладывают в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Как идут работы, обсудили на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии, которое провел руководитель ведомства Александр Андреянов. Отдельно обсудили ликвидацию порыва на водоводе в районе улицы Владимирской. Из-за коммунальной аварии часть домов Ленинского и Железнодорожного районов остались без воды. Специалисты обследовали участок. К утру 12 августа утечку полностью устранили и запустили процесс подключения воды в дома. Но при этом не было своевременного оповещения людей об отключении их, а также достаточного снабжения жителей питьевой водой с помощью бойлеров. Верховный суд России предлагает освобождать от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны или призванных по мобилизации. Сейчас такая возможность есть у обвиняемых на стадии следствия или осужденных. Законопроект с внесением изменений представлен на пленуме суда для внесения в Госдуму. В случае призыва или подписания контракта уголовное дело подсудимых приостановят. Его прекратят совсем, если они получат госнаграду, достигнут предельного возраста, покинут службу по состоянию здоровья или боевые действия завершатся. В Чапаевске задержали мужчину подозреваемого в изнасиловании убийстве двухлетней девочки. Скорая помощь доставила ребенка в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями в отделении больницы. Но спасти девочку не удалось. Подозреваемого в убийстве задержали в кратчайшие сроки. Им оказался ранее судимый сосед семьи ребенка. По версии следствия, он воспользовался моментом, когда девочка осталась без присмотра во дворе частного дома, увел ее в заброшенный дом и совершил преступление. Возбуждено уголовное дело. В России за год количество предложений о продаже квартир в новостройках увеличилось на 40%. Чаще стали выставлять на продажу трехкомнатные квартиры. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках России в июле составила 167 тысяч рублей. При этом дешевле всего квадрат стоит в Брянске 94 тысячи рублей за квадрат. Самая высокая стоимость в столице 389 тысяч рублей за один квадратный метр. И в Санкт-Петербурге 234 тысячи рублей за квадратный метр. Яркий и самобытный народ региона. Самарское областное татарское общество Тугантел в этом году отмечает свое 35-летие. Как удается сохранять традиции и национальную культуру, расскажем в сюжете. Татарский народ – второй по численности в Самарской области. Веками татары сохраняют свои традиции, обычаи, язык. В этом году 35 лет отмечает областное татарское общество Тугантел, что переводится как «родной язык». По такому случаю в областной столице прошел праздничный концерт, на котором подвели итоги работы, почтили память ветеранов и наградили руководителей и активистов. Роль нации складывается из того, что не позволили татары поработать во время Самарской области, но из того, что каждый наш отдельный соплеменник в образовании, в культуре, в промышленности, в предпринимательстве вносит в общее дело нашу любимую отчизну. В политическом, культурном, образовательном ландшафте Самарской губернии, Самарской области, да и Российской Федерации многое было бы по-другому, если бы не было общества Туган. Это общественная организация, которая сумела объединить татар для решения общих, актуальных для всех вопросов, будь то сохранение языка, открытие школ и так далее, строительство мечети. Именно благодаря этому обществу, активистам этого общества, у нас появилась соборная мечеть, у нас открылась школа татарская и акталык, у нас начала издаваться газета. В планах активистов организации создание энциклопедии о выдающихся татарах Самарской области, которые оставили свой след в медицине, образовании и культуре. Все это необходимо, чтобы сохранять язык, традиции и историю. Мне кажется, если мы не будем сохранять традиции и помнить прошлого, то у нас не будет будущего. Я бы хотела создать татарскую семью, и чтобы мои дети знали и говорили свободно, и владели своим языком, и помнили свою историю. Зашли через порог в ансамбль, знаешь, все говорят по-татарски. Мы просто несем культуру нашу, хотим сохранить культуру нашу. Все наши, как говорится, наши корни сохранить. Праздник прошел при поддержке администрации города в рамках взаимодействия органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций. Полина Чулякова, Валерий Майоров, События. Август пара спелых дынь и арбузов. Их продают в магазинах, на ярмарках и рынках. Дары лета можно есть не только свежими, но и приготовить из них легкий салат. Ксения Баканова узнала рецепт блюда. Каждый месяц лета богат своими плодами. В августе на рынках и прилавках магазинах появляются арбузы и дыни. Как приготовить из них легкий освежающий салат, мы узнаем у шеф-повара. Привет, Денис! Привет! Сегодня мы с вами приготовим салат из ароматного арбуза, дыни, свежего огурца, фиолетового лука, сыра брынзы и мяты. Денис, с чего мы начинаем приготовить наш салат? Ну, для начала мы оденем перчатки. Денис, я готова, что из этого ты мне поручаешь. Я думаю, тебе поручить удаление семечек из нашей дыни. То есть мы прям вот так вот убираем их, а я тем самым порежу, срежу кожуру с арбуза. Далее таким же образом мы срезаем кожуру с дыни и таким же размером кубика ряжем дыню. Огурец очищаем от кожуры и нарезаем мелким кубиком. Для пикантности в блюдо добавляем красный лук. Далее нарезаем нашу брынзу таким же кубиком, как огурец, дыни и арбуз. Соль и перец по вкусу, а мята подарит блюду нотку бодрящей свежести. Денис, чем мы будем заправлять салат? Существуют разные заправки, майонез, масло, вот что сюда? Ни в коем случае не майонез, да, обычное растительное масло и, соответственно, посолим, поперчим немного для вкуса. Диетологи отмечают, арбуз хорошо утоляет чувство голода и жажды, стимулирует работу мозга, выводит шлаки и токсины, улучшает работу печени и желчного пузыря. Что касается дыни, то она богата кремнием и витамином С. Все эти вещества необходимы для полноценной работы иммунной системы. Как там наш салат поживает? Салат готов, поэтому можно подавать. Ну вот и моя тарелочка уже готова. Всем яркого и вкусного лета! Ксения Баканова, Денис Елистратов, Николай Сидоров. События. Тем временем наши корреспонденты узнали у жителей Самары, что в их семьях любят больше дыню или арбуз. В моей семье больше любят арбуз, потому что красный и сладкий, я не знаю почему, просто, наверное, привычка. В семье всегда покупается арбуз и дыня вместе, а я, если одна живу, то покупаю себе только дыню в основном. Арбуз. Мы, да, мы любим арбуз, но это, я не знаю, на вкус, как говорится, и цвет товарищей. Любят и то, и то. И дыню любят, потому что она сладкая, такая сочная, да, и арбуз очень любят, но дети предпочитают вынимать каждую зернинку, и меня это просто достает. Арбуз. Он больше дает летом, особенно это хорошо, в жару от жажды лучше помогает, больше влаги. Очень любим арбузы, но всегда наслаждаемся ароматами дыни, потому что это такой кусочек лета, можно запечатлеть в своей памяти. Наверное, арбуз. Арбуз, не знаю, просто он очень вкусный. И дыня, и арбуз, потому что ягоды вкусные. Я арбуз больше люблю. Вот, не знаю почему. Просто сладкий. Больше дыни, там семечек нет. Вот потому что логическое мышление, а у меня эстетическое, мне красный надо. В Самарской области усилят поддержку спорта. Об этом заявил в Рио губернатора Вячеслав Федорищев. Чтобы повысить интерес самарцев к здоровому образу жизни, будут восстанавливать стадионы, построить новые фоки. В ближайшие несколько лет появятся новые спортивные объекты. Что еще нужно сделать для развития спорта в губернии? Своим мнением поделился ответственный секретарь общественного молодежного парламента Иван Нюхов. Я считаю, что спорт, как профессиональный, так и детский, требует развития. В частности, новый губернатор обращает внимание на развитие стадионов. Я слышал, что стадион «Заря» на Марисе Терезе сейчас хотят реставрировать. Это классно, потому что футболом у нас многие увлечены. Требуется обращать больше внимания на спортивные детские школы, чтобы ребята, которые там занимались, получали достойный уровень. Привлекать специалистов, которые имеют большой опыт. И в Самаре есть такие люди, они способны развивать спорт. Просто нужно им в этом помочь. Самарские спортсмены завоевали целую россыпь наград на всероссийских соревнованиях. Отличились теннисистки, велосипедисты, пилоты вертолетов и мотогонщики. Подробнее в нашей спортивной рубрике. В Калужской области состоялось открытое первенство России категории «Мастерс» по метательному многоборью. Участники должны были выполнить метание молота, толкание ядра, метание диска, метание копья, метание веса. Очки начислялись с учетом дальности бросков и возраста спортсменов. Победителем абсолютного зачета стала спортсменка из Самарской области, представительница Тольятти Ольга Гурциева. Команда девушек Самарской области заняла второе место в финале соревнований по теннису 12-летней спартакиады учащихся России 2024 года. Турнир проходил на этой неделе в Рязани. В составе команды выступили Екатерина Воронова из Самары, Юлия Мякоткина и Софья Насонова из Тольятти. В Тверской области прошел 59-й чемпионат России по вертолетному спорту. В соревнованиях принимали участие 12 экипажей – мужские, женские и смешанные. Экипажи из Самарской области завоевали несколько наград. Владимир Зябликов и Петр Васильев завоевали золото в навигации, серебро – в развозке грузов и в многоборье, бронзу – в полете на точность. Алексей Майоров и Сергей Костин стали победителями в полете на точность, в слаломе и в многоборье. А команда 63-го региона стала победителем чемпионата в дисциплине «Командные соревнования». В Тольяттино СТК имени Анатолия Степанова состоялся поединок в рамках командного чемпионата России по спидвэю в сезоне 2024 года. «Мега-Лада» принимала гостей из СТК «Башкирия» из Октябрьского. Проливной дождь усложнил подготовку к заездам, однако трек был подготовлен. Хозяева с первых заездов захватили явное лидерство и добились победы с результатом 42-16. В Ижевске прошел велосипедный Кубок России по спорту глухих. Победителями и призерами соревнований стали спортсмены Самарской области. Велосипедисты 63-го региона завоевали 14 медалей – 5 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых. А в дисциплинах кросс-кантри, кросс-кантри с выбыванием и шорт-трек у женщин на пьедестале почета были только самарские спортсменки. Елизавета Бавыкина, Александра Евдокимова и Анна Порецкого. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Ветераны СВО, потерявшие обе ноги или передвигающиеся только на колясках, смогут получить автомобили с ручным управлением. Такую инициативу Фонда защитники Отечества поддержали президент и Госдума. Уже в этом году запланировано приобрести 200 специализированных автомобилей за счет средств Фонда и передать их ветеранам с тяжелой инвалидностью, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Глава Куйбышевского района Алексей Коробков встретился с жителями Волгаря. Среди тем, которые обсудили – транспорт, экология, дороги. Общались 3,5 часа, из них полтора часа обсуждали транспортную доступность. Такие встречи нужны, чтобы собрать обратную связь и внести коррективы. В этом году начнут расчищать дубовый ерек, завершат работы в 2025-м. Также в этом году закончат прокладку новых водоводов до НФС-3. Осенью отремонтируют улицу Осетинскую, передает телеграм-канал Куйбышевского района. В Самарской области за первые 6 месяцев года отравилось грибами 29 человек. Хотя в том году за аналогичный период от отравления дарами леса пострадали 40 человек. Данные Роспотребнадзора публикует телеграм-канал Красногринского района. Чтобы избежать отравления, необходимо покупать грибы только в магазинах и на официальных рынках с обязательным наличием сертификатов качества и безопасности. Сбор грибов должны осуществлять только знающие люди. Не нужно собирать грибы вблизи загрязненных территорий. Отравления грибами и ботулизм могут быть смертельно опасными. При малейших признаках плохого самочувствия следует немедленно обратиться к врачу. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok